Чебоксары Сегодня Полина Яковлева и зам. руководителя конкурса Дмитрий Донецкий в нашей студии. Полин, Дмитрий, здравствуйте. 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 Очень рада вас видеть у нас. И, Полина, в начале вопрос тебе. Как прошел твой год в титуле Мисс Студенчества России 2018? Год прошел, на самом деле, очень насыщенно. Было множество различных мероприятий культурных, на которые меня приглашали как победительницу, как гостя. Долго, наверное, это все перечислять, но, правда, год стал для меня самым ярким, пожалуй, интересным. Не жалко расставаться с короной? Очень интересный вопрос. Ну, чувствуется какая-то легкая, приятная грусть, но она радостная. Я человек щедрый, мне не жалко. Смотри, Полина, это же не чисто конкурс красоты. Так как конкурс включает в себя не только дефиле и различные фотосессии, а также промежуточные этапы конкурса. Это интеллектуальный, спортивный, творческий. И жюри конкурса также смотрят на участников, выделяют из них самых талантливых, смекалистых, интеллектуально развитых, если можно так выразиться, находчивых. И уже делает обобщенный результат. И тот участник, кто набирает наибольшее количество по всем этим направлениям, я думаю, у него есть большие шансы стать победителем этого конкурса. Спортивный, ты говоришь, а что именно было? В наш год мы, по-моему, как и в этот год, сдавали нормы ГТО. И, к моему удивлению, я заняла первое место среди девушек. Я этого, честно, не ожидала, потому что я думала, ну, лишь бы просто выполнить эти нормативы, галочку поставить и все. А когда сделали объявление о том, что и первое место заняла Полина Яковлева, для меня это, своего рода, было одно из достижений моей копилки, я очень обрадовалась. Дмитрий, а почему конкурс организован именно так, что проверяют не только как фотогеничен человек, а насколько он хорошо по подиуму ходит? Наверное, это связано с тем, что у нас очень много конкурсов таких красоты в стране, где смотрят больше на внешние какие-то составляющие, характеристики человека. И, по нашему мнению, по мнению Российского Союза молодежи, не всегда внешность, она соответствует внутреннему миру и показывает интеллектуальные способности людей. Наша задача была показать облик именно российского студенчества. Студенчество, которое как внешне может быть красиво, так и внутренне рассказать о себе, о своей профессии, показать свой внутренний мир, свои таланты многогранные, показать свое милосердие, неравнодушное отношение к тому, что происходит вокруг. То есть в рамках конкурса у нас сами же студенты, которые приезжали, они проводили всякие благотворительные акции у себя в регионах. Если брать Чувашскую республику, участники высаживали деревья в Заволжье, да, как мы говорим, для нас это тоже новый формат. В другие годы мы выезжали в детские дома, участницы общались с инвалидами, детьми, дарили им подарки, проводили какие-то мастер-классы. Ну и в течение года, когда идет подготовка к конкурсу, какие-то активности сами студенты придумывают. То есть и всегда это связано с какими-то добровольческими историями. Конкурс – это не только неделя, которая проходит в каком-то из регионов. Конкурс – это реально большая, серьезная работа, которая проходит в течение года. Период подготовки к конкурсу, после его завершения. И поэтому, возвращаясь к вопросу, часто задают вопрос, да, когда мы участвуем в подобного рода пресс-конференциях и мероприятиях, за этот вопрос о конкурс-купальниках будет. Вот, у нас такого конкурса нет, потому что мы еще раз говорим о том, что студенчество, студенты, студентки и, соответственно, парни, которые обучаются в образовательных организациях высшего образования, это прежде всего те люди, которые должны, в первую очередь, обладать знаниями, во вторую очередь, иметь какие-то таланты, в третью очередь, уже, наверное, быть красивыми внешне, обладать какими-то данными физическими, в том числе. Если человек занимается спортом, это всегда видно. Конкурс «Миссия и мистер студенчества» – это одна из успешных молодежных практик. Вы замруководителя конкурса и еще председатель Ставропольской краевой организации Российского союза молодежи. Вот какие еще мероприятия РСМ помогают выявить и поддерживать талантливую молодежь? Ой, вы знаете, Российский союз молодежи – это такая серьезная организация с большой историей. В следующем году Российский союз молодежи отмечает свое 30-летие. Это самая первая молодежная организация в стране, у которой есть индивидуальное членство. То есть это не движение, где каждый может сегодня участвовать в работе или нет, здесь есть индивидуальное членство, у участников деятельности организации есть у каждого членский билет. Вот что касается программы проектов, которые реализуются Российским союзом молодежи, помимо «Мисс и мистер студенчества России», которые уже реализуются на протяжении 13 лет в нашей стране, есть такие программы, как «Патриот и гражданин», нацелены на патриотическое воспитание, куда входят всевозможные акции, мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием. Например, акция «Мы граждане России», когда 14-летние школьники в торжественной обстановке из рук первых лиц регионов, государств, в том числе, получают главный документ гражданина России, то есть это паспорт. Кроме того, если брать такие системные серьезные мероприятия, программа для учащейся молодежи – ученическое самоуправление. Это когда в режиме, скажем так, реального времени учащиеся школы, они выбирают себе президента школы, то есть по всем правилам, канонам и законам выборной истории, опираясь на закон Российской Федерации, то есть с закрытым голосованием, бюллетене, проходит серьезная подготовка регистрации кандидатов, они участвуют в дебатах, потом, соответственно, принимают участие в выборах, их выбирают в школе, как президента в школу, путем закрытого голосования подводят итоги, и в течение года они реализуют какую-то деятельность. По итогу этой работы проводятся школы актива всероссийского масштаба, в регионах проводится обучение тех самых президентов, и по итогам проведения работы эти лидеры органов ученического самоуправления отчитываются перед учащимися, в первую очередь, потому что перед избирателями, что они сделали для того, чтобы получить школьную жизнь, внеучебную деятельность в своих образовательных организациях общего образования. Кроме всего прочего, для студентов профессиональных образовательных организаций, это колледжи, техникумы, для них есть программа «Арт-профи-форум», нацеленная на популяризацию и развитие профессий. Есть программа для студентов, вот как раз к студентам мы переходим, у нас есть «Мисс и мистер студенчества», общеизвестная, наверное, всю страну программа, это «Российская студенческая весна». Это лишь часть работы, которую я озвучил. Вот у Российского Союза молодежи много программ и проектов, причем нацелены они на разный уровень молодежи. У нас есть три уровня молодежи, это учащаяся, студенческая, работающая молодежь. Вот для каждого из возрастной категории нужен свой подход, свои какие-то мероприятия, потому что у каждого из молодых людей, во-первых, есть разные интересы, во-вторых, есть разные потребности. Какая конечная цель всех мероприятий для молодежи? Во-первых, вовлечь в активную деятельность, привить какой-то конкурентный дух, потому что только в формате конкурентной борьбы есть развитие. То есть, когда приезжают участники на какой-то из конкурсов, они видят уровень подготовки других людей, во-первых, обмениваются опытом, во-вторых, принимают для себя какие-то новые вещи, которые могут их развивать, приезжают в регион, рассказывают, как это все было, и стремятся к тому, чтобы на следующий год становиться лучше, интереснее и завоевать там самую главную награду. Полина, вопрос тогда к тебе. Участие и победа в конкурсе как-то изменила твою жизнь? Может быть, твои взгляды? Прежде всего, это опыт, это новые друзья со всей России. Ну и правда, это уверенность в себе. Сейчас я чувствую себя намного смелее, чем до этого. На самом деле, я не думаю, что что-то прям кардинально изменилось. Просто сбылась мечта, которая очень долго, наверное, была в моих мыслях с 14 лет. И я хочу, чтобы у других участников тоже сбылась мечта, чтобы они смогли гордиться собой, чтобы ими могли гордиться их регионы, потому что победа в таком престижном конкурсе, она очень важна для региона. И я думаю, это послужит большим поводом для гордости не только для родных и близких, но и для всей страны. Фалина, Дмитрий, благодарю вас за интересную содержательную беседу. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова